Приходится слышать порой, что такое есть мнение, что церковь, ну, вы простите, что я такой вопрос задаю, что церковь, потому против ЭКО, суррогатного материнства, что она немножко, церковь, отстает от современных технологий, что нам, допустим, раньше, возможно, церковь была против и кесарев сечения, допустим, а потом, когда это уже стало нормой медицины, то она как бы это приняла. – Хорошо. Ну, вот у нас мы вот эти все тексты, которые противодействуют этому, мы отрабатывали в Церковно-общественном совете по биомедицинской этике. Туда входили академики, доктора наук. От какой современности эти люди отстают? – Который, вот, например, тот же самый академик Алтухов, который стал моим другом, благодаря тому, что он вошел в этот совет, мы там очень задружились, светлейший был человек. – Ну, он один из крупнейших в мире генетиков, руководитель ведущего института генетики РАН. Это что, отсталый человек или он ничего не понимает в генетике? Ну, он первый генетик России. А может быть, и всего мира. На всяком случае, они все друг друга знают, это одна компания. И он что, отсталый человек? – И врачи такого уровня тоже осуждают? – Ну, многие. Ну, те, для кого это не бизнес. Во всяком случае, когда я участвовал в ток-шоу у Петра Толстого, там было два врача, которые чуть не бросались, как вот Ротвеллеры, в драку. Потом выяснилось, что и для первого, и второго – это бизнес ЭКО. – Тогда все понятно. – Тогда, да. – И суррогатное все, и думать, что они… Уж, ну, вообще, ну, говори спокойно. Нет, он не давал договаривать прям, так сказать, ну, меня не больно разорвешь, но, так сказать, желание я в глазах прочел. – Понятно. – Найдю. Продолжение следует...